Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интервью с депутатом национального собрания Ки-Жермо Харамяном. Размещение российских миротворцев в Арцахе. Карта. Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Арцахе. Лавров и Ледриан обсудили реализацию договоренностей по Украбаху. 22 ноября объявлен Днем памяти героев погибших в Арцахской войне. Армянская церковь сообщила об исквернении азербайджанскими силами зеленой часовни в Шуши. 2900-летняя крепость Араратского царства станет туристической достопримечательностью. Депутат национального собрания Республики Западной Армении Ки-Жермо Харамян в эфире нашей телекомпании рассказал о работе, проделанной им во время этой Арцахской войны и разъяснил возможные варианты помощи Арцаху в связи с возвращением беженцев. Он также упомянул шаги, инициированные Аргентинским парламентом и правительством связи арцахским вопросом. Полная статья доступна на нашем сайте и на YouTube-канале. Представляем вам территории размещения российских миротворцев на территории Арцаха. Эта карта была опубликована 14 ноября. Судя по карте, российские силы довольно неравномерно распределены вдоль границы. Окрашены в зеленый цвет, а возле границы с Арменией почти нет российских баз. Это дает нам основания полагать, что данная территория, скорее всего, останется под контролем армянской страны, или, по крайней мере, будет контролироваться двумя странами. Пока рано делать конкретные выводы, так как развитие событий может быть непредсказуемым. Напомним, что 25 ноября крайний срок, объявленный Россией о выводе армянских сил из Карвачарского-Кельбарджарского района. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сложившуюся в Арцахе ситуацию. Об этом новости Армении Ньюс.ИМ сообщили в пресс-службе правительства Армении. Обоюдно была подчеркнута важность полного возобновления работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, которые покинули свои дома за последние недели. Также была отмечена важность сохранения религиозного и культурно-исторического наследия Арцаха. Была подчеркнута важность сохранения мира в регионе и дальнейшей разрядки атмосферы. В этой связи Пашинян отметил принципиальную важность международного признания Республики Арцах. Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном Ивам Ледрианом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что собеседники также подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября. Министры согласились, что в настоящее время основными приоритетами являются вопросы безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций региона, оказание гуманитарной помощи и восстановление гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении МИД. Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о дальнейших шагах в целях долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в равных интересах азербайджанского и армянского народов на основе принципов, согласованных в рамках Минской группы ОБСЕ, добавили в МИД по итогам телефонного разговора. Армянская апостольская церковь сообщила в четверг об исквернении часовни святого Иоанна Крестителя в передшедшем под контроль азербайджанских ВС Карабахском Шуши. Решительно осуждаем в анализм, совершенный Азербайджаном в отношении церкви святого Иоанна Крестителя, зеленая часовня, написал в фейсбук Ирей Ваграм Меликян, директор информ службы духовного центра первопрестольного святого Эчмятсина. Крепость Аль-Тепе, которой 2900 лет, в древности была одной из важнейших городов Араратского царства. Крепость расположена на историческом шелковом пути в провинции Ерзанка Западной Армении. После завершения раскопок будет превращен в археологический парк и туристический объект. Замок расположен на холме высотой около 60 метров. Землетрясения в регионе разрушили кирпичные постройки крепости. После раскопок в замке, построенном в период Араратского царства, в руинах вокруг него были обнаружены развалины до нашей эры. Сотни исторических образцов ведутся работы по благоустройству и созданию туристического центра. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что завтра, 21 ноября, в 12 часов, в Ереванском представительстве Республики Армения состоится конференция на тему арбитражное решение президента Выдра Уильсона сто лет спустя в Западной Армении. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Кали Ирк, Вахрам Тадевушан. Кали Ирк, Вахрам Тадевушан. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.